Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Общаясь, подруга уже более трёх лет, переходный возраст, хочется отношения, но мы ищем максимально похожих друг на друга людей. То есть она ищет похожего на меня, а я ищу похожего на неё. А нас что-то не устраивает друг в друге. Кажется, мы всё обговорили и знаем абсолютно всё друг о друге. Что следует сделать? Ну, вообще, конечно, здесь вопрос такой, что следует сделать, чтобы что? Чтобы что получить? Чтобы найти, например, всё-таки человека, которого вы ищете, чтобы это сделать. Или чтобы сблизиться друг с другом. С точки зрения, например, моей, как я это вижу, я вижу так, что вы подошли к тому уровню общения, к тому уровню взаимодействия, когда следующим шагом будет переход к очень близкому доверию, когда вы перестанете бояться молчать. Молчать. Вот. Ну, так, по крайней мере, для меня это выглядит сейчас. Вот. То есть я понимаю, конечно, что, возможно, вы не согласны, да? Ну, тем не менее, тем не менее. То есть вот. Вы подходите как раз к той точке, да? Вы подходите к тому, вот к такой форме взаимодействия друг с другом. То есть, когда вы не боитесь молчать, когда вы не боитесь тишины, что называется. Вот. Ну, то есть вы подходите, вот, на мой взгляд, к такому периоду, к такому моменту. И само собой, что либо вы этот период сможете пройти, вот. То есть либо вы сможете, ну, выйти, выйти на вот эту стадию, ну, на эту стадию. Вот. Либо, конечно же, нет, либо вы не увидите на эту стадию. Ну, 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 что, по-попытается мой взгляд, вот. Потому что что, что вы описываете, это вообще говоря, нормальная ситуация, вот. Вполне нормальная, вполне естественная ситуация. Дальше идём. Значит, с точки зрения, опять же, психологии, вы делаете, я бы сказал, ошибку. В том, что ищете, в принципе, кого-то похожего на, там, друг друга, да, ну, как вы говорите, вот, значит, ну, на меня, вот, она ищет кого-то похожего на меня, а я ищу кого-то похожего на неё. То есть это, в принципе, является ошибкой. Ну, вам хочется отношений, ну, вам обоим хочется отношений. Не просто так. То есть это вот тоже такая история достаточно важная. То есть потребность в отношениях не появляется на ровном месте. То есть это вот если у вас появилась такая потребность, да, появилась потребность в отношениях, то я думаю, что, скорее всего, что-то произошло. Ну, то есть что-то начало меняться у вас, именно у вас, конкретно у вас, вот конкретно у вас, автор вопроса, и конкретно вашей подруге. То есть что-то начало меняться. Вот. Что начало меняться? Что именно начало меняться, да? Сказать, конечно, слово. Вот. Потому что, ну, информации сейчас, как бы, нет, да, и, значит, ну, гадать как-то вот, наверное, мне бы допустим, ну, мне бы допустим не хотел, мне бы не хотелось гадать. Вот. Ну, что-то изменилось. Вот. Связано ли это, значит, с переходным периодом, с переходным периодом, как вы, ну, как вы вращаетесь? Нет, нет, не связано. Вот. То есть дело здесь не в, а, дело здесь не в, а, переходным периодом. А дело здесь заключается в том, что вы чувствуете, ну, чего-то, дефицит, вот, вы чувствуете дефицит чего-то. Вот. И, и вот, а, это ключевой момент. То есть есть, а, есть чего-то дефицит у вас, вот, вы пытаетесь это, этот дефицит надо заткнуть, как бы, а, значит, ну, отношениями. Вот. Ну, это, так не работают. К сожалению. Ну, понимаю, что-то. Да. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Последнее. То, то, что касается непринятия. Ну, вот, то, что вы говорите, что не принимаете что-то в, вот, своих подруг подруг. А она, соответственно, что-то не принимает ваше внимание. Нужно посмотреть, да, как именно происходит непринятие. То есть нужно прям вот, ну, постараться увидеть, нужно постараться увидеть, как, как происходит непринятие. Почему это важно, да? Почему это важно? Почему это важно? Почему важен этот момент? Дело в том, что вы можете, значит, с одной стороны, вот, не принимать что-то. Потому что, допустим, вас это задевает в какой-либо степени. Ну, то есть вот, то, что, ну, грубо говоря, вот, то, что вы не можете принять в своей подруге. Может, вас это, вас это может задевать. Вот, вас это может, ну, как-то напрягать, да, как-то вот. Вас это, ну, вас это может раздражать. Вам это может быть на самом деле неприятно. То есть вот задевать какие-то струны, так сказать, в вашей личности. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете что-то не принимать, опять же, по-друге. Исходя из своих ценностей, то есть вот, у вас могут быть вот такие ценности, что, ну, вот, что вы не можете принять что-то. Ну, подруг. И в этом случае тоже необходимо, ну, на мой взгляд, да, более детально рассмотреть, более детально рассмотреть, что это заценит. Вот. Вот. Которая, ну, наруша, 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 вот. Что это за ценность, которая, которая, вот, подвигается к угрозе, в данном случае. Вот. И, значит, почему. Вот. То есть с этим тоже можно поработать, да, тоже можно, вот, значит, ну, при желании как-то рассмотреть, да. При желании можно это исследовать, и вам будет, ну, как-то вот, ну, более, более понятно, что ли, что вот, собственно, то, что, ну, то, что происходит. Вот. Вот. Хм. На мой взгляд, так. Ну, и, то есть, то же самое, вот, в принципе, касается, там, подруги вашей, да, то есть, если даже, ну, если ее, например, это, это интересует как-то, да, если она хочет, там, с этим разобраться, вот, то, что очень, в принципе, можно это переследовать. Вот. Если у вас хорошие отношения, если у вас, ну, как бы, доверительные отношения, то вы можете, в принципе, вместо с, ну, вместо, вот, как бы, ну, вдвоем, вот, как вы можете обратиться к психологу, да, и, ээээ. рассмотреть, разобрать то, что вы могли бы посчитать проблемами. Мне кажется, что здесь, когда у людей такое высокоуровневое общение, как у вас участвует именно такая парная консультация парная. Терапия, она наиболее, скажем так, эффективна в данном случае. Вот, хотя понятно, что тут не всегда, не всегда, так и понятно, что есть, может, какие-то моменты, да, есть какие-то вот всегда нюансы, может быть, и так далее. То есть это само собой разумеющийся в данном случае. Но тем не менее, тем не менее, мне лично видится ситуация вот такой. То есть первое, что нужно вам сделать, это сформулировать то, что вы хотите получить от психолога. Это первое, то есть конкретно, какую задачу я хочу решить с психологом, да. Вот. Самое, что пока задача не ясна. И второе, второе, это вот обратить внимание на те проблемы, которые, собственно говоря, я озвучил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...